Технические правила, о которых отчасти уже говорила Екатерина, и их много, здесь просто перечислено в данном слайде, там их несколько, они вполне очевидны. И эти правила нужно соблюдать, и это поможет, конечно. Но помимо этих правил важна и общая стратегия. Общая стратегия, каким образом мы можем нормализовать наше состояние, потому что решать конфликт внутри конфликта, и решать конфликт, не имея достаточно сил, очень трудно. Поэтому, конечно, важным моментом является забота и о физическом состоянии, и о психическом состоянии. Часто себя люди загоняют в такое истощение, что у них не хватает сил на вполне простые внутренние действия, и в физическом смысле, и в психическом. Затем важным является перераспределение внимания, в том смысле, что иногда люди, опять же, находятся в очень жестком ритме вследствие принятых на себя всяких обязательств, и здесь нужно перераспределить обязательства. И затем важный момент, на котором я хотел особо остановиться, это налаживание коммуникации. То есть, информируясь ближних о том, что происходит, о том, что, в каком состоянии там вы себя ощущаете, и что бы вы хотели предпринять, чтобы из него выйти. Как это ни странно. Вот, вроде, люди живут много лет, но вместе с тем, это жизненный необходимый момент. Часто даже внешне благополучные семьи, которые, на первый взгляд, не выглядят какими-то серьезными, конфликтующими, да, но часто даже в благополучных семьях оказывается так, что многие годы, а может быть даже десятилетия, люди не могут донести друг до друга, какие-то очень важные вещи, и это в результате может подпитывать тлеющий конфликт, и подпитывать эту болевую зону, которую, может быть, мы научились обходить, купировать, как-то на нее не отвлекаться, но она есть. И, например, в каком-то жизненном повороте, она может выйти на первый план. Поэтому вот это банальная простая вещь, которая, в общем, ну, как бы о чем говорить? Мы так тесно друг к другу живем. Вот Атамарная семья, собственно, про которую только что вначале я говорил, она ведь интересна именно тем, что здесь мужчины, женщины, родители, дети втиснуты, можно сказать, друг друга. Вот в этой маленькой городской квартире, этой коробочке, тиснуты друг на друга на голове сидят, и, в общем, очень в тесном, прижатом состоянии во всех смыслах, от физически, эмоционально, интеллектуально, там, во всех смыслах. Но, тем не менее, оказывается, что зачастую самые простые вещи, которые очевидны для вас, они непонятны и неизвестны вашему близкому. С мы, с зеркальным, естественно, соответствием. То есть, какие-то вещи, касающиеся вашего ближнего, непонятны и неизвестны вам. А тут, конечно, работает проблема очевидности. Нам очень трудно говорить об очевидных вещах. Ну, и всем все понятно. И вот проблема очевидности. Как раз простые, очевидные, абсолютно понятные вам вещи могут быть неизвестны совершенно вашему ближнему. И это, в общем-то, проблема коммуникативного плана. Чистая коммуникация проблема может в результате оказывать свое разрушительное действие и подпитывать леющий конфликт на протяжении лет и десятилетий. Поэтому очень важный этот момент, очень важный момент вот этого налаживания коммуникации, информирования ближних. Ну, и в конце концов, иногда может потребоваться и помощь страны. Действительно, иногда ситуация конфликтная какая-то, ситуация тяжелая, может требовать тех людей, кого вы доверяете, каких-то близких людей или каких-то специалистов, которые могут вам в этом помочь. Продолжение следует...